Еще раз добрый день. Меня зовут Суханова Юлия Александровна. Я сурдопедагог-дефектолог. И сегодня мы снова встретились в рамках проекта «Книжки вслух», на котором мы учим и показываем, как можно приучить детей книжки так, чтобы это было интересно, чтобы дети начали приобщаться к миру книг. И сегодня мы будем читать очень интересную книжку, но какую я пока не скажу, потому что мы еще не познакомились. Кого-то я уже знаю, а с кем-то мы встретились первый раз. Давайте знакомиться. Ребят, всем привет! Привет! Меня зовут Юля. Меня зовут Юля. А давайте вы расскажете, как вас зовут. Кого-то я не знаю. Вот это Вика, да? Вика. Это Саша. Мы уже знакомы. Настя. Настя. Как тебя зовут? Саша. Тоже Саша. Ты Саша и тут Саша. Представляете, две Саши у нас. Тут? А это зовут Зайка. Зайка с нами. Как тебя зовут? Марк. Правильно? Расскажи, как тебя зовут? Варя. И Варя. Да? Варя. Варя. Марк. Саша. Настя. Саша и Вика. А меня зовут... И Зайка. А меня зовут Юля. И мы сегодня приехали все куда? Мы где? Мы в библиотеке на книге. На книге библиотека. Библиотека, да? Смотрите, тут книжки стоят, да? Мы в библиотеке. А зачем? Зачем мы тут? Зачем мы сюда приехали? Мы будем читать, смотреть книжки. И сначала, перед тем, как смотреть, я покажу сюрприз, который я привезла. Сейчас покажу. Смотрите, какая красивая у меня коробка. Как думаете, там что-то есть? Там есть что-то? Дайте. Вот здесь. Что-то есть. И я, Саша. Что-то там лежит. Тяжелое. Посмотрим? Тяжелое? Посмотрим. Что-то большая. Да? Так. Тут лежит домик. Красиво, Тома. Да. А кто же в домике живет? Нет? Там живет. Мама. А, мама. Папа. Сейчас посмотрим, кто живет еще. И вот такой мальчик. Мам, мальчик, детей. Мальчик. Вот вы сказали, как вас зовут. А его зовут Женька. Женька? Женька. Так его зовут. Мальчик Женька. И это очень хороший мальчик. Он сам... Акчел. Да? Вот здорово. А его зовут Женька. Много работает, да? Понятно. Ясно. Здорово. Ребят, и этот Женька, послушайте, что он умеет. Он сам умеет кашу есть. Кашу есть умеет сам. Вы умеете кашу есть? Или мама кормит? Можете? Марк, ты умеешь кашу есть сам? Или тебя мама кормит? Сами, да? Все сами кушают, конечно. Он умеет рисовать большой... Большой... Да, он умеет рисовать большой корабль. Умеет рисовать, хорошо. И умеет дрессировать злых собак. Говорит, сидеть, дай лапу. Вот так дрессирует собак. Очень хороший мальчик. Он тоже тут живет. А рядом с его домом... Рядом с домом... Знаете что? Елка. И еще елка. Елки. Рядом с его домом есть лес. Тут лес. И там в лесу кто-то живет. Кто-то живет в лесу. Мы сейчас послушаем, кто живет в лесу. Так, кто же живет в лесу. Сейчас я вам... Ребят, я сейчас включу какой-то звук. А вы подумайте, кто это, хорошо? Подумайте. Так. Слушайте внимательно. Точно. Точно, точно, конечно, это ворона. Да, достой скорее ворону. Вот достаю. Смотрите, какая ворона живет в лесу. Она летает, каркает, да? Да. Вот такая ворона. А кто еще живет в лесу? Так, сейчас кого-то найду. Ага, загадаю вам интересного сейчас. Поросенок, а кто-то хрюкает. Кто-то хрюкает. А кто в лесу хрюкает? А в лесу разве живет свинья? Свинка живет около дома. А в лесу живет, смотрите, кто, ребят? Кабан. Кабан в лесу. Гуляет, роет, роет землю, ищет желуди. А кто еще живет в лесу? Послушайте. Так. Сейчас, сейчас включу вам звук. Точно, это волк. Зайка, берегись. Вот он гуляет, рыщет. Да? Такой волк серый. А знаете, у меня еще кое-кто есть. Я вам не включу звук, а я вам расскажу. Она такая рыжая, пушистая, хитрая. Это лиса. Лиса. Точно? Лиса. Лиса, конечно, вы угадали. Вот она, лисичка. Да. Тоже ходит по лесу. Вот так. Вот так Марк показывает, как лисичка ходит. Да? Ходит, да. Да, вот так. Ой, да, Настя, вот так. Ты нам уже показывал лисичку, я помню. А еще там живет кто? Лисичка ходит по лесу. Воробей тоже. Это кто? Я думаю, это птичка. Мышка? Так, Настя, а ты что думаешь? Кто там пищит? Птичка. Птичка? Саш, кто там пищит? Птичка. Птичка тоже, да? Хорошо. А давайте посмотрим. Мышка маленькая, мышка, да? Да, мышка маленькая. Ребята, я вам еще сейчас кое-кого покажу. Тут живет еще вот кто в лесу. В лесу. Точно, конечно, сразу узнали. Дятел, дятел. Сашка, смотри, дятел. Вот он стучит, стучит, да? Дятел стучит, стучит. А кто еще? Сейчас покажу последнего жителя лесного. А, нет, еще у меня тут есть. А еще кто? Послушаем. Медведь, 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 медведь. Точно. Да, а это что он делает, медведь? Что мы услышали? А что он делает сигаретка? Подождите, мы услышали, как он ест? Или что он делал, Мишка? Ревел, да, Мишка ревел? Здравствуйте. Да, Мишка ревел. Вот так вот, Мишка пришел. А еще я вам кое-кого покажу. Ребят, угадайте. Он прыгает ловко, любит морковку. Это дайки, дайки, да, да. Точно, зайка. А еще кто живет? Маша, Саша. Я люблю, Саша. Слушайте, теперь кто-то ползет. Кто-то ползет. Змея. Змея. Змея ползет, точно. Я тоже. Они такие страшные, могут укусить. Вот так ползет змея, да. А еще, ребята, в лесу живет, знаете кто? Не знаю, знаете вы такое животное или нет? Это крот. Крот. Вот такой у меня маленький крот. А что делает крот? А он ропаткой делает. Ропаткой, да. Он роет, роет землю вот так вот. Строит норки. А что это? Вот так вот, видите, у меня тоже здесь немножко земли, да, немножко песка. Немножко песка. Вот такой крот. Все они живут в лесу. И однажды в этот лес пришел дядя. Пришел гулять. Сейчас увидите. Да, сейчас я покажу. Дядя, где ты? А, он же у меня в коробке. Вот, вот этот коробок. Вот он. Он пришел в лес гулять. Да, гулять. Видите, у него бинокль, и он гуляет. Он гулял, 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 гулял. Смотрел, смотрел. Да, как он на животных смотрел в бинокль. Вот так смотрел. И потом... Да. Варь, ты хочешь воды? Вот там кулер за дверью. У меня есть водичка. А, есть водичка? Хорошо. Ребята. А у меня нету трубой. А у меня есть такой. Есть бинокли, да? Вот, вот. А у меня есть такой. Хорошо. Ребята, дядя ходил целый день. Ходил, гулял, 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 гулял. Весь день. А потом наступил вечер. Стало темно. Стало темно. И все животные легли спать. Мишка спит. Ворона спит. И кабан спит. Смотрите, все животные... Дядя тоже прилег. Все животные спят. И дятел не стучит. А что было дальше? Мы сейчас узнаем, что случилось вечером. Давайте я вам расскажу. В лесу все заснули. А этот мальчик... Ему тоже ведь пора спать? Да. И у Сайка тоже. Сайк. И мама ему говорит... Мама говорит... Женька, иди спать. Смотри, как у Сайка. Да. Зайка тоже спит, да? А сейчас мы узнаем из книжки, что же приключилось вечером. Вот такая книжка. Называется «Вечерняя сказка». Вечерняя сказка. Это сказка про то, что случилось вечером. Видите, как темно тут, да? Смотрите, тут и тут одинаковые картинки. Я буду читать книжку, а вы можете смотреть на экран. Хорошо? Чтобы было лучше видно. Ребят, и вот этот дядя целый день ходил в лесу. А теперь мы тихонечко послушаем. Тихонечко посидим. Он говорит... Я целый день бродил в лесу. Смотрю уж вечер на носу. На небе солнца больше нет. Солнышка нет. Вечер. Остался только красный след. И клёст молчит. И дрозд молчит. И дятел больше не стучит. Дятел ночью не стучит. Дятел спит. Да, мы про ночь читаем. Да, да, да. Ага. А что услышал он? Что он услышал? Вдруг слышу, он говорит... А ты мальчик не можешь спать? Сейчас узнаем. Уху. Уху. Сова. Сова. Да. Вдруг слышит? Ухнула сова. Да так, что вздрогнула листва. Представляете, очень громко ухнула сова. Уху. 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 А слушайте, что же сова сказала? Давайте-ка мы сов позовем наших. Их на самом деле было две. Две совы. Вот они тут сидели. Вот так, на дереве. И разговаривали. Две совы сидели и разговаривали. Уху. Уходит время зря. Потухла на небе заря. Давай утащим крикуна, пока не вылезла луна. Другая буркнула в ответ. Я не доела свой обед. Она кушает. Я знаю. И снова первая. Я знаю. Уху. Что это? Я знаю. Начать сова, сова в ночь, а потом луна летит. Да, да. И луна. Правда, ребят. А ты когда он до утра, а ты там, я улетел. Все звери спят, а совы не спят. Все, Настюш, тихонечко сейчас посидим и послушаем, что же сова сказала. Ладно? И снова первая. Уху. Ты вечно мелешь чепуху. Бросай обед. Летим сейчас. Возьмем его. И кончен сказ. Раздвинул ветки я плечом. Он и крикнул. Совы! Вы о чем? О чем они говорят? Они кого-то хотят утащить. Совы, вы о чем? Почистив клюв, одна из них мне отвечала за двоих. На свете странный мальчик есть. Он сам умеет кашу есть. Линкор умеет рисовать. Это корабль большой. И злых собак дрессировать. Но только скажут, спать пора. Он рев заводит до утра. Я знаю. Что? Там еще есть еще человека. Да, конечно. А сейчас послушаем, что же сова хочет сказать. И вот этот мальчик рев заводит до утра. А как мальчик кричит? Какой это мальчик кричит? А вот и этот мальчик кричит. Ведь мама ему сказала, иди спать. А он кричит, знаете как? Не гасите огня, не просите меня. Все равно не усну, всю постель переверну. Не желаю, не могу, лучше к совам убегу. Представляете, ребят, он не хочет спать. Мама говорит, иди спать. Я сейчас выключу свет. А он кричит, не гасите огня, не просите меня. Все равно не усну, всю постель переверну. Не желаю, не могу, лучше к совам убегу. Капризничает. Мальчик капризничает, да? Пора спать, а он не хочет, капризничает. Такой хороший, умеет кашу есть, умеет рисовать красиво. А я с твоей ногой. Да? Видишь, ты тоже какой... Вот какие у нас молодцы собрались. И ты, Ев, вообще все талантливые дети у нас. И этот мальчик тоже очень хороший, но капризничает, да? Не слушается маму. И что же дальше случилось? А у папы, мамочка, эй, не больно. А что же было дальше? А совы решили, мы рассудили. Так и так. Раз этот маленький чудак ночами не желает спать, ему совенком нужно стать. Совы придумали, что мальчику нужно стать совой. Представляете, ребят? Они хотят превратить его в сову. А как? А как его превратить в сову? Не знаю. А сейчас они расскажут вам, совы. Сейчас вам совы расскажут, как они хотят его превратить в сову. Вот этот мальчик, да? Давайте вот я такого мальчика возьму. Как будто бы он кричит, видите, тут такой капризничает. Вот так руки выставил. Ой, ребят, я сейчас вам такую картинку покажу. Вот видите, вот этот дядя, он разговаривал с совами, мы прочитали уже. А вот он, видите, кричит, да, капризничает. Вот у меня тоже такой мальчик, и он кричит. Не буду спать, не буду спать. И совы говорят. Мы прилетим вот так вот, да, вот так вот вместе. Эта сова возьмет вот так мальчика, вот так, оп, и утащит в лес. Представляете, в лес полетит, 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 и принесет его в лес. А куда в лес? Ребят, а вот сюда же. В дупло. В дупло. А мы сейчас узнаем, что это. В дупло мальчишку принесем, пять страшных слов произнесем. Дадим волшебную траву, вот так вот, и превратим его в сову. Представляете? Еф, представляете, что они хотят сделать? Принести мальчика и превратить в сову. Вот так вот. Так они придумали, как страшно, представляете? А что же сказал дядя? Что дядя сделает? Он понял, про кого, говорят совы. Тут совы с веток поднялись. Вот так, смотрите, сидели на ветках, разговаривали, поднялись и в тьму ночную унеслись. Вот так вот, видите, совы разговаривали, да? А потом... Услышим. Услышим? Мы услышим, как они превращают мальчика. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Ой, 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 мальчик, стань совой. Вот так вот. Стал совой. А я не покажу, мальчики. Вот так совы придумали. Но посмотрим, удастся им превратить в сову или нет мальчика. Тут совы с веток поднялись и в тьму ночную унеслись. Все, улетели, унеслись совы. Я знал, куда они летят. Кого заколдовать хотят? Ведь это Женька, мой сосед. Ему пять с половиной лет. Ему пять с половиной лет. Варь, тебе сколько лет? Пять. Пять? И ему тоже пять. И Марку? Тебе семь, Настя. Я тоже пять. Тебе тоже, Ева, пять. А у меня четыре. А у меня пять. Так, Саш, а тебе сколько лет? Пять. А что же, да? А у меня есть мальчики и Саши. Ну, понятно. Я знаю. Ну, хорошо. И этому мальчику тоже пять. Я знал, куда они летят. Кого заколдовать хотят? Ведь это Женька, мой сосед. Ему пять с половиной лет. И он все ночи напролет кричит, буянит и ревет. А что он кричит? Не гасите огня, не просите меня. Все равно не усну, всю постель переверну. Не желаю, не могу. Лучше к совам убегу. Я буду долго дягу. Как этих сов опередить? Дядя хочет побыстрее прибежать туда. Как Женьку мне предупредить? Никто не сможет мне помочь, никто. Совсем темно. Настала ночь. Тумана дымка поднялась. На небе звездочка зажглась. Кто поможет? Помогите, помогите. Нет, все спят. Никто не помогает, все спят. Я дятла кинулся будить. Дядя побежал будить дятла. Послушай, дятел. Вставай, вставай, вставай. Вставай, да? Послушай, дятел. Как мне быть? Мой лучший друг попал в беду, а я дороги не найду. Не видно дороги. Подумал дятел, помолчал и головою покачал. Никак ума не приложу. Слетаю. Послушайте, кого он сейчас хочет разбудить. Слетаю. Мышку разбужу. А где мышка? А вот, да. А там все как-то... Перед дятлом. Перед дятлом, да. Мышка, вставай, просыпайся. Он упугайся и убежал. И тут же прибежала мышь и пропищала. Что грустишь? Что мышка говорит? Что грустишь? Ведь мой знакомый старый крот прорыл прямой подземный ход. Ты можешь прямиком идти. Так не собьешься ты с пути. А где крот, ребят? Вы видите крота? Да, я вижу. Давай, я дядю. Вот этот крот, да? И этот крот, он сделал дорогу под землей. Подземный ход. Да, подземный ход. Ход под землей. И дядя туда пришел. Но тут опять ждала беда. Ход шириной был с крота. Посмотрите, крот маленький. Заходи, иди туда, по дорожке. Ой, 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 ой. Нет, не получается. Нет. Маленький ход. Да? Крот маленький и ход маленький. Нет, не получается. А мы с котой маленький. Ну как в дорогу я опущусь, когда я в нем не умещусь? Придется поверху брести. Да как во тьме тропу найти? Смотрите, очень темно, да? Мы говорим про то, что очень темно. Смотрите, видите, тут тоже, кстати, крот, да, есть? Вот, мышка с кротом разговаривает. Но темно, темно. Непонятно, как идти. Тут не помогут мне очки, да? И очки, даже если надеть в темноте, все равно не видно. Тут дятел крикнул, светлячки! Он крикнул, светлячки! А вы знаете, кто такие светлячки? Да, я знаю. Это дико. Ага, да, правда. Жучки. Ева, кто? Жучки, правильно, Ева, да. Правильно, Вик, жучки, светлячки. Да, давайте посмотрим, какие светлячки. Смотрите, светлячки прилетели, да? А я вам тоже покажу светлячка. У меня тут тоже светлячок. Сейчас я вам его покажу. Так, смотрите, кто-то там светится, ребят. А кто, дядя, это Север, покажи. О, светлячок! Вот такой жучок-светлячок, да? Вот он такой. Привет, Той, там. Ага. И вот светлячки прилетели, и сразу отступила мгла. И я помчался, как стрела. Видите, стало светло, и дядя побежал. Побежал, как стрела. Как скороход, как вертолёт, как реактивный самолёт. Как вы думаете, он побежал медленно или быстро? Быстро. Быстро. Быстро как... Ребят, быстро как улитка, быстро как улитка или быстро как самолёт он побежал? Быстро как самолёт. Как самолёт, вот так, да? Нет. Так, быстро, быстро, быстро. Ребят, а вы можете быстро-быстро бегать? Умеете? Хорошо, давайте поиграем. Поиграем немножко? Вам нужно встать. Давайте-ка мы встанем. И зайка тоже. Да, и зайка тоже. И с нами поиграют ребята, знаете кто? Поиграют с нами ещё совы. Привет, ребята! Привет, привет! Да? Привет! Вот, и тут тоже сова. Да, да, конечно, у всех есть. Здорово! Ребят, мы поиграем. Можно побегать? Побегать? Нету! Побегать? Нету? Давайте, мы знаете, как будем делать. Если слышите медленную музыку, то вы показываете, как сова летит медленно. А если услышите быструю, то покажите, как вы быстро-быстро можете бежать. Можно побегать там. Давайте, можно там. Слушаем. Слушаете? Слышно, девчонки? Так. Да, как она лечит? Ей так хочется 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 Как? Быстро-быстро-быстро, да? Быстро-быстро, да? Быстро-быстро, да? Быстро летит Сашка Летится, летится, не торопится. Не торопится, не длинно лечится, не так хочется. Не длинно летится, не так хочется. Летится, 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 не торопится. Быстро, летится, летится, не торопится. Вот так. Быстро, быстро, быстро. Вот молодцы, ребята, молодцы. Садитесь. И наша сова полетала быстро-быстро. И дядя тоже побежал. Быстро-быстро-быстро-быстро побежал. Смотрите, там тоже видно, как быстро он бежит. И куда он прибежал? Куда он побежал? Куда? Куда бежит? К своему соседу, к Женьке. Он бежит к своему соседу Женьке. И говорит, вот я и дома, раньше сов. Садись поудобнее, Варь. Так хорошо? Вот я и дома, раньше сов. Он прибежал раньше. Совы там еще летят. А он пораньше прибежал, успел. Обычный Женькин слышу рев. Слышит, что Женька ревет. А что он кричит, помните? Да, давайте послушаем, что он кричит. Не гасите огня, не просите меня. Все равно не усну, всю постель переверну. Не желаю, не могу, лучше к совам убегу. Я крикнул, он крикнул, Женька, брат, беда, ведь две совы летят сюда. Вот заварил ты кутерьму. И все я рассказал ему. И Женька сразу замолчал. Женька замолчал, да? Видите, вот тут дядя рассказывает Женьке, что совы летят. Я вижу танец собака. Да, и Женька перестал кричать, все молчит. Как будто в жизни не кричал. И больше он по вечерам не поднимает тарарам. Как только скажут, спать пора, он засыпает до утра. А совы по ночам не спят. Где там наши совы? Вот они. Совы по ночам не спят. Капризных стерегут, ребят. Вот так. Ребят, а вы капризничаете? Ева, ты капризничаешь? Нет? Мама говорит спать, и ты сразу спать идешь, да? А ты капризничаешь? Тоже нет. Марк? Никто не капризничает, да? Вот как здорово. У нас не капризные дети. А вот Женька, он какой? Он капризный, да? Он капризный. Он хороший. Он сам кашу ест, да? Но он просто немножко капризничает. Но он понял, что капризничать не надо. Надо ложиться спать. Потому что, ну, только совы ночью не спят. А все остальные ночью спят. Правда? Ребята, вот мы с вами говорили про кого? Про лес, да? Про сов, про мальчика Женьку, да? А давайте мы теперь с вами немножечко поиграем. Смотрите. Пока поиграем. Я вам дам вот такие картинки. Такие картинки. Тут лесные животные. Он не покойный. Он... Смотрите, ребят, тут лесные животные. Те, про которых мы сегодня говорили. А лягушки, кстати, да. Лягушка к нам не прискакала сегодня. Правда? Сейчас я вам загадаю загадки. Дам послушать разные звуки. Вам нужно внимательно слушать. Внимательно-внимательно слушать. И быстро-быстро искать, кто это, кто это. Но когда найдете, вам нужно будет подумать. Это животное было в книжке? Мы про него читали или нет? Ну, вот смотрите, например, например, мишка. Тут был мишка? Да. Нет. В книжке мы про медведя не читали. Нет. Там нет о мишке. Мы читали сегодня про волка в книжке? Нет, про волка не читали. А про сову читали? Тоже нет? Про сову. Тут есть про сову? Толик мы читали. Про сову мы читали, ведь правда? А про лягушку мы тут читали? Нет, не читали. А дятел тут был? Да. В книжке? Дятел был? Да. Да, был дятел. Да, вот даже тут нарисовано. Ребят, хорошо. Вот если вы услышите звук, вы мне сначала скажите, кто это был. А потом, если это животное было в книжке, нужно будет обвести эту картинку. Хорошо? Хорошо. Давайте. Да, в кружочек. Нужно внимательно слушать, искать и думать. Сейчас. Сейчас. Какой попадется, ладно? Обатите. Давай, я обатю. Отойди. Отойди. Ой, держи. Так, сейчас. Варя и Еве. Всем-всем-всем, да? Я хочу девять. Этот? Хорошо. Да, я варя. Розовый хочешь? Ты, Саша, розовый хочешь, да? Да. Держи. Ребята, будем слушать, ребят. Будем слушать. Сейчас буду загадывать. Да, правильно, это лягушка. Ребята, а в книжке лягушка была? Нет. Нет, про лягушку мы не читали. Мы ее узнали, но обводить не будем. Нет. Про лягушку мы не читали? Не читали. Давайте еще послушаем. Это змея. Это змея, правильно. Конечно, это змея. Про змею читали? Нет. Нет, не читали про змею. Угу. 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 Сова. Угу. Это сова, правильно. Мы читали про сову? Да. Да, читали. Да, читали про сову. Угу. Читали про сову, да. Ева уже обвела, Варя обвела. Слушайте, девчонки и мальчишки. А это кто? Дятел. 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 Дятел это был. Слышишь, Саш? Да. Да, это дятел. Про дятла читали? Да. Да, про дятла читали. Угу. Обводим. А это кто? Это Кабан. Это Кабан. Молодец. Кабан. Да, ребята, точно. Конечно, это Кабан. Был Кабан в книжке? Не было Кабана, нет. А это кто? Интересно, вы поймете, кто это или нет? Кто-то жужжит. Жужжит кто-то. Ребят, это Светлячки. Светлячки. Мы читали про них сегодня? Читали про них, точно. Они были. Я вас обманула. Вороны тут нет? Нет. Я пошутила. Вороны нет. А это кто? Послушайте. Это был Волк. А мы про Волка в книжке читали? Нет, мы не читали. Обводить не будем. Здорово. Всех нашли. Всех нашли, ребят. Молодцы. Ребята, а вам... Расскажите вообще... Вот у вас уже теперь картинки готовы? Про кого все-таки мы читали? Ева, расскажи нам. Ребята, давайте послушаем Еву. Еву послушаем. Ева расскажет про кого? Про кого мы читали книжку? Мы читали на сову и на чулки и на дятла. Да, про сову, про дятла, про светлячков. А еще про кого? Кто там кричал? Не гасите огня, не просите меня. Это мальчик. Мальчик. Про мальчика и про... Про сову, да. Ага, Женя. Мальчик Женя. Хорошо. Ребят, давайте мы теперь с вами вспомним. В кого, в кого хотели совы превратить мальчика? В кого хотели совы превратить мальчика? В сову. В сову хотели превратить. Вам понравилось, как они превращали вот так? Вот так. Ой, ой, как они говорили? Знаете, как говорили? Вот так. Ой, 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 мальчик, стань совой. Стал совой, мальчик. Здорово, правда? А давайте мы тоже с вами... Смотри как. Мальчик, стань совой. Смотри. И в сову превратился. А давайте мы тоже сейчас с вами попробуем поколдовать и сделать таких себе мальчиков. И потом поиграем, как этот мальчик превращается в сову. Да? Смотрите, я вам сейчас дам картинки. Только мы будем делать все вместе, хорошо? Будем слушать и делать. Потому что иначе ничего не получится. Так, это сразу на двоих. Так, ребятки. Так, сейчас еду тоже, да? А это вам. Так, все есть. У кого нет? А, слушайте, вот почему-то принесли мне шесть сегодня. Давайте посмотрим, как же нам сделать такое же дупло. Ребята, у вас есть вот такие картинки. Найдите в своих лоточках на столах. Найдите такую картинку. Ее нашли, да? Нашли. Картинки нужно вырезать. Такую и такую. Нужно вырезать ножницами. Нужно вырезать. Вырезайте. Да? Да. Так, ну что, давай подожди, Саша вырежет и даст тебе. Ладно, ведь потому что у нас сегодня очень много деток. Вырезаем, да? Аккуратно, аккуратно. Что мы вырезаем? Вырезаем овал. Овал, да? Овал вот такой. Овал. Дупло это будет. Да. Нужно... Мальчика. Можно это тоже вырезать. Это волшебная трава, да? Волшебная трава. Помните, совы говорили? Дупло, мальчишку унесем. Пять страшных слов произнесем. Дадим волшебную траву и превратим его в сову. Вот это волшебная трава. Они мальчику дали вот так вот. И он, оп, превратился в сову. Клей улетел. Клей улетел. Кто уже готов? Настя уже готова, да? Нет, я не готова. Готовь, я готова. Тоже готов? Я сам. Вот это вот так. Правильно, молодец. Да. Будущий дизайнер. Ну тебе же 7 лет уже, правда? Да. Ты уже, да, ты уже большая. Я тоже готова. Тоже готов? Хорошо. 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 Я хочу готова. Давайте, кто готов? Готова Варя, да? Марк и Настя. Сейчас немножко подождем, когда все вырежут свои картинки. И будем приклеивать. Правильно. Так, ребят, давайте для тех, кто готов. Я сейчас скажу и потом еще повторю. Сначала сюда. Хорошо? Смотри, я вот так вот так сделаю. Нет, не надо пока прикреплять. Хотя у нас пока еще не готов. Сейчас подождем чуть-чуть. Аккуратно, да, палочки нужно положить, потому что они могут очень сильно повредить глазки. Поэтому аккуратнее. Так, вот как ты здорово вырезал. Еф, ты кого вырезаешь? Я уже решила мачку. Теперь мачку. Теперь мачка сову вырезаешь. Ага. Ты уже готова, да, Варь? А траву ты вырезала? Волшебную траву? Угу. Где у тебя волшебная трава? Угу. И волшебная трава. Они хотели дать, да? Траву волшебную. Вот, видишь, травка волшебная. Так. Ага. Марк. Готово. Все. Так, подождите, потому что если вы сейчас заклеите, то у вас не будет перевертыша. Так. Ребят, по-моему, уже все вырезали. Сейчас Вику подождем. Смотрите, что нужно будет сделать. Возьмите мальчика, картинку, где нарисован мальчик, и сложите пополам. Возьмите картинку с мальчиком и сложите пополам. Вот так. Оп. Сложи, не приклеивай пока. А потом возьми картинку с совой и сложи пополам. Сложи пополам. Молодец. Ага. Сложи, Ев, пополам. Вот так. Смотрите. Пополам. Марк сложил пополам. Да, Варя тоже. Смотри, где картинка с мальчиком? Вот она. И сложи ее пополам. Вот так. И с собой точно так же, да. Все правильно, да. Саша, получается? Сложила. Хорошо. Теперь возьмите две картинки. Две картинки. Там, где ножки мальчика, и где голова совы. И сложите их вместе. Можно я покажу? Ев, на твоем, на твоих картинках. Вот так, смотрите. Тут ножки, тут ножки, тут голова. Оп, вот так. Вот так. Здесь, теперь, да, ножки и голова. Возьмите клей и помажьте, и склейте так. Нужно намазать здесь, и здесь, и склеить, вот так. Тут ножки, а тут голова. Вик, ты уже сделала, да? У тебя получилось. Вырезай пока траву, волшебную траву. А потом, кто сделал, а потом, то, что у вас получилось, нужно приклеить дупло. Возьмите клей, помажьте дупло и приклейте сюда картинки. Не клеит клей, ничего себе. Так, сейчас тогда, Юль, дадите потом. Нет, ну потом, когда вы закончите тогда. Что такое? Видимо, не очень хороший. Да, испортился клей, смотри-ка. Ну, сейчас поделятся с тобой, хорошо? А теперь возьмите клей и намазывайте дупло. Клеим дупло, вот так, смотрите. Вот так, оп, оп, оп. Подожди, подожди. Ага, покажи. Отлично просто. Здорово. Ага, в сову превратили. Ага, у вас он просто мальчик. Первый был этот. Ну, не важно, главное же, чтобы получилось. Покажи, у кого превратился уже мальчик в сову. Смотрите, мой мальчик. Мальчик превратился в сову. Вот так, мальчик превратился в сову. Это кто? Это мальчик или сова? Сова. Это мальчик превратился, да, в сову? Сова мальчик. А у кого еще? Настя, тебя. Превратился. Мальчик превратился в сову. Да. Мальчик превратился в сову. Марк, у тебя как мальчик в сову превратился? Покажи. Был мальчик, а стал совой, да? Мальчик стал совой. Можно мне... Ребят, кто уже сделал мальчика и дупло, можно вырезать сов. Вырезайте сов, и их мы приклеим на скотч. Да, можно приклеить на палочки. Просто так, как удобно. Вот так. Готово. Ножницы нет. Плохо режут, да? Сейчас тогда подождите, мы у кого-нибудь попросим. Они плохо режут, да? А, вам... Все, я поняла. Нужно вырезать. Мы сделаем вот такие игрушки. Смотрите, вот такие. У нас совы будут летать. Палочки. Вот у тебя есть палочка. Это кто? Это привидение, что ли? Да. Ух ты, какое. А, Настя, ты уже сделала, да? Давай мы приклеим сов на палочку. Давай. Возьми сову. Кто вырезал сову, говорите. Сделаем игрушки. Я знаю. Вау. Смотри. Оп. Что это такое? Что это такое? Приглаживай. Приглаживай ручками. Вот так, Настя. Приглаживай ручками. И вторая сова где у тебя? Улетела. Вот так. Возьми палочку. Возьми палочку. Настюш, давай палочку сюда. И вот так, смотри. Оп. Приглаживай ручками. Отлично. Вот у тебя две совы. У кого совы уже готовы? У нас. Саш, будем приклеивать сову на палочку? Да. Возьми, пожалуйста, палочку. Палочку где... Нет, не клеим. Смотри, мы будем скотчем. Приклеивать скотчем будем. Возьми сову, переверни ее и положи на стол. Вот так. А сюда нужно положить палочку. Вот так, точно. Так. И давай еще. Возьми сову. Еще сову. Саш, переверни ее. Переверни. Положи палочку. Да. А мы делали кота. Помнишь, Стаб? Да, мы делали кота в прошлый раз. Тоже перевертыш был. Оп. Все. Приглаживай ручками. Приглаживай вот так. Оп-оп. Если хочешь приглазить? Приглаживай. Оп-оп-оп. Так. И у Марка совы готовы. Марк, сейчас что нужно? Наклеить. Наклеить. Будем чем клеить? Скотчем или клеем? Скотчем. Скотчем или клеем? Так чем же будем клеить? Скотчем, да? Скотчем приклеивать будем. Марк, смотри. Я приклею, а ты приглаживай, приглаживай ручками. Я приклею, а ты приглаживай, приглаживай ручками. Так. Ага. Смотри, Варя, я приклею вот так, а ты ручками приглаживай. Приглаживай, да? Что ты делаешь? Я тоже. Что ты делаешь? Ручками. Приглаживаешь, да? Да. Приглаживаешь. Так, сейчас. У меня малярный скотч. Ага. Вот так. Приглаживай. Так, готова? Я подготовила тебя? Да. Хорошо. Клади сову на стол, а теперь переворачивай ее. Переворачивай. Ага. Чем мы будем клеить? Скотчем? Скотчем или клеем? Скотчем. Скотчем будем клеить. Я ставься дома, у меня будет шабрик и скотч. Смотри, я приклею. У меня будет шабрик. Ева, приглаживай скотч. Приглаживай. Расправляй. Приглаживаю. Приглаживаю, да? И тут тоже. Я приклею, а ты приглаживай. Приглаживаю. Что ты делаешь? Приглаживаю. Приглаживаю, да? Так. Пока. Вика, у тебя готовы совы? Нет. Нет еще? Нет. Ладно? Ага. Давай тебе ее приклею сейчас. Угу. Так. Вот, смотри, сова уже есть. Готова, да? Давай, и еще последняя. Ох, какие красивые совы у всех уже летают. Угу. Все, ждем Вику. Сейчас мы своих сов выпустим полетать немножко. Давай, Вика, вырезай скорее. Давай, давай, ждем тебя. Да, 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 ждем. Спокойно вырезай. Отлично. Все. У всех совы готовы, ребята, да? У всех совы готовы. Готовы? Смотрите, у меня тоже тут две совы. Вот такие красивые, да? А давайте мы сов наших пустим полетать. Пустим их полетать. Идите сюда, пусть они здесь летают. Мы сейчас всем покажем, какие у нас совы красивые. У меня тоже. Вы точно эту песенку знаете все. Я точно. Да. Смотрите, возьмем сов. Когда музыка звучит, сова будет летать. А когда музыки нет, садится, да? Да. Угу. Все. Совы полетели? Да. Слушайте, слушайте. Как они летят? Давай. Как они летают? Вот так, да? Вот так летают. У меня на стол села. Сидит, сидит, Саш. Полетела. Полетела. Летает, летает, Ева, летает, да? И совушка летит. Вот это молчит, совушка сидит. Тихо сидит, сидит. Саша молодец, села, да? И я тоже. И Сайка тоже. И я тоже. Ева сидят, сидят, совы сидят. У меня на стол. На стол села. На стол. Тихо. Полетели, полетели, да? Музыка звучит, совушка летит. Летит, летит. Привет. Привет. Музыка звучит, совушка сидит. Сайка, не помнишь? Полетели, полетели, совы, да? Музыка звучит, совушка летит. Музыка звучит, совушка летит. Музык на молчу, совушка сидит. И опять полетели Полетели, полетели А давайте к мамам, к мамам теперь Где маму ищем? К маме полетела, полетела Села и к маме полетела, да? Где мама? К маме полетели совы Вот так, полетели, полетели Да? Ну что, ребят? Давайте А где соба? Полетела к маме? Полетела, а где твоя соба? Марк, улетела к маме? Давайте сейчас к маме, к своим, вернемся Это кабан Все, ребят, ну все, мы молодцы Мы почитали книжку с вами, да? И уже разыгрались И уже разыгрались Ну здорово Все молодцы Мне с вами сегодня было очень-очень интересно Спасибо вам большое Спасибо большое Все, да? Все Почитали А фото сделаем Пойдемте фотографироваться Да? Пойдемте фотографироваться Зайка, да? Суши Пойдем Можно брать сов Да? Возьмем? Ты возьмешь сов? Пойдем фотографироваться Пойдем Пока, пока Пока Пойдемте фотографироваться Куда? Туда? Туда? Да, хорошо, Вика уже заняла позицию Субтитры сделал DimaTorzok